несколько месяцев назад в мою жизнь пришли веды спасибо что это такое хорошо спасибо вам большое как вас зовут спасибо вам большое за вашу заботу немножко буду чекать сегодня утром легко просыпаюсь 3-4 утра и так далее сейчас совершенно нет свободного времени утром работы вечером учеба с трудом встаю 6 утра читаю молитву без четок делаю какие-то дела одновременно вас поменялся астрологический период вас стало больше напряжения жизни и поэтому осталось мало времени тем более на общении с сыном вы просто суетитесь хотите больше сделать течение дня чем можно сделать это сто процентов такой период астрологический что психика напрягается и человек вот так воспринимает мир жизнь живем с бывшим мужем в одной квартире разъехаться не получается как можно завершить кармические отношения а это не бывший муж это и есть ваш настоящий муж с которым вы не хотите жить просто вот и все ответ на ваш вопрос а так как вы не хотите жить с мужем поэтому вам приходится больше бегать что женщине одно и очень трудно справиться со всеми семейными делами вам лучше помолиться поднимитесь кто это написал и это человек как зовут человек его мужем уже как зовут сергей большую группу глупость допустили вы пошли на принцип по отношению к нему и продолжаете идти на принцип он хороший человек добрый достаточно такой хорошо к вам относится но вы сейчас упрямитесь и живете под под влиянием ваших взглядов принципов определен вы очень гордитесь собой в этих отношениях и эта гордость разрушает вашу жизнь ваша суета связана с тем что вы взяли на свои плечи больше чем вам положено потому чтобы женщина вам надо начать молитву направленную на покаяние и попытку понять этого человек если вы это сделаете то ваша жизнь вернется в хорошее русло прежнее сейчас вы идете под откос несмотря на то что вы занимаетесь духовной практикой всем остальным духовной практикой нет поднять не предназначена для того чтобы оправдывать свои глупости в своем сердце вы услышали меня у вас есть вопрос а хорошо в чем моя ошибка как научиться любить бога как правильно изучать веды вам на час раскаиваться есть в вашем центре программа обучения родителей с детьми у нас есть весной фестиваль благость там приезжают люди с детьми для детей свой фестиваль то есть дети учат детей учат правильной жизни чистой возвышенной и родители тоже учат параллельно этот фестиваль он много дает возможности для развития человека там много тренеров лекторов при приезжает один из преподавателей нашего фестиваля уникальный совершенно человек забежит на лекцию сегодня ко мне на буквально полчаса и я вам его покажу его попросил чтобы он пришел он стеснялся но я его заставил фестиваль проходит в анапе на черном море и цены доступные то есть съездить к нам на фестиваль и и получить все это вместе гораздо дешевле чем вы можете себе представить то есть изучайте это все на фестиваль при я приезжает порядка 700 человек одновременно и все люди знакомятся друг другом ноги находят себе спутника жизни ну то есть очень уникальное мероприятие на фестиваль обычно приезжают люди порядка 70 городов как минимум со всех континентов земли в том числе с америки в мае и в сентябре еще в конце сентября еще есть тоже второй такой же фестиваль на сайте да в самом первой странице информация фестиваль каждом человеке две души в каком-то 4 в каком-то 6 8 кто эти души это была такая шутка две души это это когда душа в теле и сверх душа четыре души это когда женщина беременна и у нее как бы есть еще одна душа в теле и у нее тоже своя сверх душа своя совесть а бывает что беременна двумя и тремя этом одном теле может быть 8 душ 6 вот это просто я так вас немножечко заинтриговал женщины любят такие мистические всякие вещи никогда об этом говоришь они сразу приковываются к этому всю лекцию об этом думают наверное я просто забыл расшифровать эти данные и некоторых это сильно задело наверное неправ был точно расскажите пожалуйста как служить человеку чтобы не испортить его характер это хороший вопрос мы с мужем три года вместе он искренний чистый человек три года я служу ему вполне искренне свои обязанности чем дальше тем труднее не это делать пропадает искренность я делаю через боль характер мужа за это время сильно испортился он стал критичным и извительным требовательным пропала забота и защита возросший доход он тратит на себя мое служение почему-то так на него действует это важно важно письмо важная записка очень для всех понимаете служением человеку есть две грани и когда одна из граней начинает перед период увеличиваться тогда это приходит приводит к разрушению семьи одна грань это забота о человеке а вторая грань его воспитание причем надо знать что есть две категории людей одни не хотят заботиться о человеке и все время его воспитывают а другие только заботятся и не могут воспитывать причина и так и такого и другого поведения это желание наслаждаться человеком а не служить ему надо понять такую вещь что когда женщина чувствует что мужчина очень хороший сильный человек она боится его воспитывать боясь его потерять и тем самым она его и теряет потому что если сильного мужчину не воспитывать то она сто процентов найдет другую со временем и он мужчина никогда не ценит женщину которая перед ним унижена когда женщина ставит себя ниже это не унижение это признание старшинства но если женщина унижает себя перед мужчиной это серьезная ошибка женщина никогда не должна унижать себя перед мужчиной и женщина не является младшей для мужчины с точки зрения отношений мужчина должен считать женщину равной по отношению к себе когда она дает ему совет он должен смеленно слушать в этом случае она в какой-то степени даже старшая но женщина считает себя младший мужчин для того чтобы давать ему развиваться возможности но если мужчина наглеет в этом случае то обязательно надо его воспитывать и это воспитание оно очень просто делается женщина является источником любви для мужчины и если он ведет себя плохо она просто закрывает краник она перестает ему улыбаться перестает просто с ним кокетничать и ну ласково себя вести она должна выполнять свои обязанности но общаться чуть-чуть похолоднее и это дает внимание мужчине сразу что что-то не так он начинает пытаться сам с ней общаться и обычно мужчина сначала гневается на это потом подлизывается и если женщина продолжает стойкость сохранять стойкость тогда он начинает искренне себя вести и пытается разобраться во все почему мы сразу не ведем себя правильно друг с другом потому что очень сильно внутри желание эксплуатировать близкого человека оно имеет подсознательную природу и не надо человека за это обвинять близкого вот если ваш муж язвительно себя ведет огрызается там и все прочее это все только потому что он эксплуатирует вас как личность он не хочет служить а хочет наслаждаться вашим служением в этом случае нужно воспитание близкие отношения с человеком надо регулировать в зависимости от его поведения если он ведет себя неправильно это что такое? это просто некая насморка можно сделать вам грязь прямо сейчас? ну давайте сделайте я нормально разговариваю великолепно насморк я думаю тоже мне лучше сейчас салфеточки какие-то принести чтобы я сморкаться мог что? где? где человек который? я не вижу унижение это когда человек грубо себя ведет и она не отвечает на эту грубость никак делает смиренный вид это унижение а значит спасибо большое на грубость очень просто отвечать то есть для этого надо просто понимаете все проблема заключается в том что мы очень а это что? дышать дышать да это помазать отвернуть так стойте стойте все достаточно не возьмите все мне больше не надо точно я чуть-чуть посморкался и вы уже меня окружили заботой со всех сторон я очень благодарен вам за это спасибо вам за этот вопрос следует понять что этот вопрос должна задать женщина а не мужчина если вы как мужчина его задали это значит вы сто процентов унижаете женщин стоп да потому что вот вопрос в этом да знаете женщина по природе очень чувствительна очень чувствительна и мужчина должен с ней обращаться как с пушинкой ну то есть если понять природу женщины она очень ранима сильно и если мужчина с ней очень аккуратно себя ведет это не это не значит что он прыгает на ней перед задних лап на задних лап это просто понимание это от понимания идет сам по себе гневливый голубой голос по отношению к женщине это предательство со стороны мужчины мужчина должен с женщиной разговаривать очень аккуратно но если он вышел из себя он и так и должен сказать я немножко сейчас разгневан поэтому я говорю более жестко ты прости меня но мне придется все равно это сказать ну то есть всегда нужно быть очень тактичным в своем поведении это без чая просто одна брусника это без чая подождите это с чаем или без чая только одна брусника или там есть еще тут брусника подчековник чая это арго делают а все я понял спасибо мне все устраивает я просто не пью чай растение чая не пью да хороший напиток такой спасибо вам большое понимаете проблема заключается в том что мы настолько разные что мы вообще не понимаем как себя вести с мужчиной и женщиной вообще не понимаем женщина с мужчиной обычно очень эмоционально себя ведет и тоже портит ему жизнь а женщина с женщиной обычно ведет себя жестко жесткий стиль такой выбирает потому что женщина эмоционально себя ведет и только жесткое поведение ее отпугивает как бы но это отпугивание оно очень болезненно то есть женщина в этом случае отпугивается потому что ей очень больно становится это не способ нужно успокаивать человека всегда стараться мы часто оскорбляем друг друга и причина бездуховность у нас не хватает бога в сердце у нас не хватает чистоты в сердце видение души в близком человеке допустим если смотреть если смотреть снаружи вас допустим то я вижу гневливость такую сильно а если смотреть вглубь то вы очень добрый человек я предпочитаю на вас смотреть будет но это не просто сделать для этого нужно очень сильно настроиться на святость я если настраиваюсь на свою наставника я могу людей по-другому увидеть более чистым возвышенным а если я просто обычно настраиваюсь то я смотрю экспозиции своей кармы допустим я гневливый человек и вы гневливый я тоже вижу вас в этот недостаток и думал не очень хороший человек так действует карма но если я думаю о своем духовном учителе наставнике то я вижу вас очень добрым человеком и мне не интересно все остальное я не хочу все остальное видеть и слышать и смотреть вот так надо реагировать на всех а в близком человеке недостатков видно в тысячу раз больше и всегда психика напряжена из-за этого в отношениях с ним поэтому очень важно понять что сами отношения с кем-то они никогда не улучшатся если мы не поднимаем планку своей жизни если мы не меняем вообще свою жизнь в целом если мы не молимся если мы не учимся воспринимать вне кармы ситуацию более возвышенно более духовно то тогда никакого сдвига в жизни не будет потому что боль в отношениях будет их разрушать постоянно у вас тяжелая семейная карма и боль будет разрушать ваши отношения вам надо учиться молитве и жить так чтобы быть вне этого восприятия которое заставляет плов видеть плохое в близком человеке хорошо женщина должна понимать что у мужчины есть сферы в которых ну которых ему очень больно это сферы его уважение к себе ну допустим если женщина говорит да ты вообще как посмотри на себя кто ты такой это все это очень больно это очень болезненно для мужчины то есть он всю жизнь именно стремится понимаете у женщины главный недостаток психики это страх и высокая чувствительность две вещи которые от которых женщины все страдают страх и высокая чувствительность есть также вещи от которых страдает мужчина мужчина страдает от от незавершенности как бы как назвать несовершенство он хочет быть совершенным он страдает от своего несовершенства раз и он стража страдает к неуважение от неуважения своим достижением если ну как бы женщина не уважает достижение мужчина чаще всего жена так и делает она горит а чего ты достиг ты как бы кто такой вообще вот посмотри на других мужиков у других мужчины как лебедушки а у меня бедоносец помните фильм вот это неправильно это всегда приводит к тому что мужчина в сердце очень сильно отстраняется так отгораживается от женщины и считает что он сделал неправильно свой выбор больно это будет делать больно мужчине очень женщина должна уважать достижение мужчины и считать его очень развитым человеком старшим для себя развитым старшим у меня есть два сотрудника муж и жена и ну я всех у себя в клинике всех называю по имени без отчества потому что они для меня все как дети они все как бы меня учились все для меня младший но у одного сотрудника жена когда я обращаюсь как бы к нему по имени она когда о нем говорит она говорит о нем по имени отчеству это очень правильно я говорю просто по имени его она его называет по имени отчеству в ответ это правильный подход жизни для женщин а вот если наоборот то есть кто-то говорит по имени отчество она в ответ а паша мой стали паска это неправильно имеет ли отношение к теме семейной кармы такая проблема у девушки 29 лет выпадают волосы и проблемы с кожей девушка не замужем и не может быть выстроить свою вторую половину встретить свою вторую половину чтобы встретить вторую половину нужно развивать себе чистоту выполнять свои женские обязанности учиться быть женщиной что касается лечения то надо обратиться к нам в центр у нас есть методы которые дают возможность волосам не выпадать это лечение корнями есть разные методики которые лечат разные болезни надо просто обратиться мы поможем сестре вашей вот это что за записка ответьте пожалуйста можно ли работать с мужем вместе делать одно общее дело если от ему одному очень тяжело это дело можно но нужно договориться об одной важной вещи если вы работаете с мужем то не нужно чтобы в то время когда вы дома вы говорили о работе есть такой феномен есть деловые отношения есть личные отношения они абсолютно противоположные то есть надо с мужем договориться что когда мы на работе мы не муж и жена у нас деловые отношения а когда мы дома тогда у нас нет работы просто я знаю много примеров когда женщина работает с мужем а потом он находит себе любовницу потому что ему не хватает семейных отношений мужчина может от этого сильно страдать женщина может в принципе эти семейные отношения развивать с родителями с детьми там ну у нее много любви в жизни есть кого любить еще но мужчина в основном энергию любви берет от жены если жена как бы он сам он сам стать является нет я инициатором обычно деловых отношений дома он с ней пытается разговаривать по деловому дома а потом сам же и находит себе любовницу конечном счете потому что мужчина склонен деловым отношениям но женщина это тот человек который контролирует отношения вообще всегда и везде она устанавливает отношения с детьми и с мужем сама она говорит вот здесь мы так разговариваем здесь мы так разговариваем она следит за этим природно врожденно и поэтому женщина должна ставить условия мужу но в целом это не очень спасибо большое это не очень ты убрал у меня чай да целом не очень благоприятно вместе мужу женой работать он просто боялся что я задену за ним это опасно с точки зрения отношений есть еще одна проблема когда муж женой работает вместе то вот жена когда работает не с мужем она может уйти с работы и женщины вообще они склонны уходить с работы через два-три года работы потому что они ну обычно когда деловые отношения слишком сильно заходят ну когда начальник очень сильно начинает давить нажимать женщина входит сильно в его власть она сбегает с этого места такое бывает очень часто и женщины часто меняют работу но если ты с мужем работаешь и он начинает на тебя давить никуда не сбежишь уже в этой точке зрения для женщины во многих отношениях опасно работать с мужем но бывают ситуации когда приходится это делать потому что нужно спасать семью тем более в наше время когда финансы поют романсы у многих экономика страны падает и человек должен выживать как-то и в этом случае можно принимать такие решения но можно ставить условия на какое время это все мы дело если негативное влияние на ученика если наставник учитель обладающий духовной силой позволяет себе материться использовать ненормальную лексику как это проявляется и влияет знать дело в том что духовный лидер он вообще не должен ну использовать такую лексику это является оскорблением вообще бога ну так говорить у меня тоже иногда на лекции какие-то слова вырываются жена если услышит она сильно меня ругает за это вот но у меня видно какая-то проблема с этим такая небольшая не сильно большая но есть вот когда жена сидит на лекции я никогда не ругаюсь но если ее нет иногда не то что матом там а иногда что-то вылетит какое-то там слово